Здравствуйте! О главных новостях в Орле-регионе расскажу я, Виктория Панина. Смотрите в этом выпуске. Через 30 дней договора будут расторгнуты. Крушение Промтекса. Кто виноват в массовых увольнениях и долгах по зарплате? Требуется более миллиона рублей. Это только на создание, его содержать нужно. Ни питомника, ни гуманного отлова. Путь в цивилизацию преградил дефицит бюджета. Концерты, лекции, выставки, перформансы, театральные представления. Лофт для творчества. Перспективы новой площадки в Центре своевременного искусства. Инструмент элитного класса, чем мы очень гордимся. Рояль с идеальным звучанием. Орловские поклонники классики услышат те же звуки, что зрители столичного концертного зала. Предприятие, созданное в качестве продолжателя Арлекса, и года не просуществовало. На прошлой неделе стало известно, что все сотрудники, принятые на работу в Промтекс, уволены. О том, что светлого будущего не будет изначально, я был уверен, говорит конкурсный управляющий завода Владислав Червяков. Накануне он собрал журналистов региона, чтобы открыть им правду. Олег Карпиков как инвестор пришел на Арлекс в ноябре 2014 года. Областные власти с его появлением связывали большие надежды. На тот момент ситуация на заводе банкроти была критической. Очередная волна сокращений и аховые долги по зарплате. Инвестору, который буквально сразу начал вкладывать собственные средства, нельзя было не поверить. Да, Олег Владимирович, будем так говорить, начал финансировать за УАРМЭКС. И объем финансирования составил за январь, февраль, март, апрель, составил 3,5 миллиона рублей. В начале 2015 года была создана компания Промтекс. Она должна была стать преемником тонущего корабля приборостроения. Согласно плану нового инвестора, Промтекс должен был получить лицензию, взять в аренду Арлекс оборудование и площади. Позже постепенно начать трудоустройство людей. Если бы любой инвестор, который хотел сформировать производство на ЗАО Арлекс, то объем инвестиций нужен от 25 миллионов рублей. Это для начала производственной деятельности. По словам Червякова, инвестор потратил порядка 5 миллионов рублей. Причем коммунальные платежи за арендованные цеха сюда не вошли. Когда встал в вопросы из передачи конструкторской документации общепромышленного назначения, и со снижением изначально завышенной аренды площадей и оборудования, прийти к компромиссу смогли при участии областного правительства. Чиновники не раз встречались с бывшими Арлексовцами. Сейчас мы обсудили ряд вопросов, связанных с передачей технической документации от завода Арлекс по заводу Промтекса и ряд других технических вопросов с тем, чтобы уже в первой декаде июля уже на той же площадке заработало новое предприятие. Несмотря на все усилия, в ноябре 2015 года закончилась история Промтекса, так и не успев начаться. И у каждой из сторон, конечно, своя правда. Виктория Юркова, Олег Фомин, телеканал Первый областной. Другим темам. Средства на развитие. Восемь орловских предпринимателей будут продолжать свое дело с помощью господдержки. Они победители регионального конкурсного отбора по субсидированию начинающих предпринимателей. С обладателями грантов познакомился губернатор Вадим Потомский. Один из победителей Сергей Котов. Его небольшое высокоинтеллектуальное предприятие уже заняло нишу в сфере электроники и импортозамещения. Наталья Пехтерева подробнее. Первые шаги в бизнесе сделаны год назад. С тех пор инженер Сергей Котов сам себе работодатель. Его Либротек специализируется на разработке радиоэлектронного оборудования, импортозамещении, создании электронных устройств. В Орле конкуренции в этом сегменте практически нет. Начиналось все, наверное, с моего личного увлечения электроникой, с моего изучения электроники, обучения электроники, работе по специальности в течение 10 лет. Теперь его бизнес-стратегия расписана наперед. Это должно быть не очень крупное предприятие, но предприятие такое, скажем, высокоинтеллектуальное. То есть это должно быть одна или даже, может быть, несколько слаженных команд разработчиков. Взят первый бизнес-рубеж. За год пять новых проектов. Подробности эта сфера не любит. Здесь много, совершенно секретно. Вот как пример нашей разработки, одной из последних. Это одна из новых технологий, которая появилась буквально в этом году. Технология достаточно уникальная. Беспроводной передачей данных по стандарту так называемого лора. Коллектив небольшой. Такие же, как Котов, увлеченные электроникой и программированием. Все время нужно что-то думать, что-то новое делать. То есть спать не приходится. Либротех начинался с нуля, а продолжаться будет с господдержкой. Насколько это реально, предприниматель проверил на себе. Теперь он обладатель гранта. По итогам регионального конкурсного отбора в списке восемь счастливчиков. Их пригласили в администрацию региона. Гранты в размере 300 тысяч будут способствовать росту малого бизнеса. Это нелегкие деньги. Для участия в конкурсном отборе требовался разработанный бизнес-план, который оценивался группой независимых экспертов и конкурсной комиссии. Вы обязуете, что у вас появится примерно 300 рабочих мест. Это в совокупности все вместе. Для нас это серьезное подспорье. Потому что самое главное – это увеличение для бюджета налоговой базы, ее доходной части. Без вас у нас ничего подобного не получится. Вчера я был в правительстве Российской Федерации, докладывал по ряду направлений, по труду и занятости. Конечно, поднимались вопросы малого и среднего бизнеса. Ситуация, мягко говоря, непростая. Но я считаю, она не критичная. Если не упускать поддержку представителям малого и среднего бизнеса, то много что можно будет исправить. Еще одна форма господдержки – предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с модернизацией производства. В этот раз признаны победителями 10 предприятий области. Иногда разговариваешь с коллегами, говорят, да ну невозможно, туда не подойдешь, туда не зайдешь, туда было же там кучами обязательств и так далее. Я говорю, коллеги, обратите внимание, вы просто не поленитесь, посмотрите. Это не первый год инструмент действует. Люди получают, люди работают, люди развиваются. Региональные власти заверили, что будут и дальше ориентироваться на мнения и нужды предпринимателей. В конкурсе было принято решение, успешное решение о выделении нам данной субсидии. Данную субсидию мы потратим на открытие нового предприятия общественного питания. Это обычная столовая, в которой будет открыто 9 рабочих мест, дополнительных рабочих мест. Это непосредственно прямые рабочие места. Кроме этого, это даст столовую нагрузку и на косвенные рабочие места, такие как водители, бухгалтеры и другие сотрудники нашей компании. В рамках развития системы микрофинансирования в текущем году планируется предоставить 430 займов субъектам малого предпринимательства, которыми будет создано 95 рабочих мест. Представители бизнеса и власть уверены, если люди хотят работать, им нужно дать такую возможность, тогда все расходы окупятся. Каждый грантовый рубль вернется в виде налогов или рабочих мест. Наталья Пехотерева, Эдуард Чернаускас, Владимир Ноздрачев, телеканал Первый областный. Эвтаназия, отстрел, стерилизация. Эти слова чаще всего звучали на заседании комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии областного совета. В плане обсуждений первым значился злободневный и нерешенный вопрос. Продолжит Сергей Кравцов. На повестке встречи проблема бродячих собак. До сих пор в регионе нет ни приюта, ни специальной службы по отлову и чипированию. При всей моей любви к животным нахождение на территории детских садов и школьных учреждений безнадзорных собак недопустимо. Их необходимо там отлавливать. Об отстреле мы разговор не ведем. Животные отлавливаются путем введения наркотического препарата. От укусов диких животных пострадало за 10 месяцев 2015-го. 56 человек, рассказали специалисты регионального управления Роспотребнадзора. С октября месяца отлов собак в Орле прекращен. Увеличится поток обращений граждан города Орла и в близи детских садов, и в городских кварталах. По данным лаборатории Роспотребнадзора, зарегистрировано 40 случаев лабораторно подтвержденного вешенца среди животных. Крайне не хватает средств, постоянно звучало на заседании комитета. К примеру, в Ливнах на отлов собак из местного бюджета выделяют на год 100 тысяч рублей. Приютов для бездомных животных в городе нет. Аналогичная ситуация и в Амцентске. Что касается областной столицы, то в Орле из городской казны на отлов четвероногих планируют выделить 2 миллиона рублей в будущем году. В бюджете 2016 года в целом на управление ветеринарией закладываются деньги в прогнозе, в прогнозном бюджете, на уровне 2015 года. На отлове на ЦОР на животных миллион 178. Я думаю, при участии городских и областных властей мы могли бы сделать в разы больше. Очень хотелось бы, чтобы за 6 лет наконец-то что-то сдвинулось в плане работы зоозащитных организаций и исполнительной власти. Одна из рекомендаций, прозвучавших на заседании комитета – привлечение частного бизнеса к проблеме. Но кто согласится в разгар кризиса финансировать столь убыточную отрасль? Вопрос остается открытым. Сергей Кравцов, Эдуард Чернаускас, телеканал «Первый областной». На горячей линии администрации города открывается новая тема. О ходе подготовки к празднованию 450-летней годовщины основания города Орла. Задать вопросы по данной теме, высказать свои замечания и предложения. Горожане могут по телефонам горячей линии 76 20 26 76 22 84 в будние дни с 9 до 18 часов. Перерыв с 13 до 14. Горячая линия на эту тему будет открыта с 16 по 30 ноября. Итоги первого всероссийского форума партии «Единая Россия» подвели секретари местных отделений. Свои впечатления журналистам рассказали представители Орловской области. Напомним, 12 ноября в Москве состоялся всероссийский форум местных отделений партии «Единая Россия». На дискуссионных площадках собралось более 2,5 тысяч человек. Главной темой встречи стали предстоящие выборы в Госдуму и процедуры предварительного голосования. Курс, объявленный президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, это, конечно, конкурентное и свободное проведение выборов. Конкуренция, открытость, легитимность. Еще одним важным вопросом в теме масштабного предварительного голосования стал регламент внутрипартийных выборов. Партия уже обозначила строгие правила их организации. Все кандидаты не должны иметь судимость и активы за границей. Кроме того, обязательным станет участие в дебатах. Требования к кандидатам на праймерис гораздо выше, чем требования к кандидатам депутаты соответствующего уровня. В ближайшее время планируется провести заседание местных политических советов во всех районах области. Цель встреч – передать ключевые темы форума «Однопартийцам». К новостям культуры. На Орловщине прошел ежегодный фестиваль православных воскресных школ. Мероприятие проходит уже в пятый раз, каждым годом расширяя свой масштаб. Подробности знает Андрей Деркач. Основной целью воскресных школ является духовно-нравственное воспитание детей. Выработать единый взгляд и создать одну концепцию – это главная цель фестиваля. Безусловно, воскресная школа, которая, хождение в которую соединяется с тем, что ребенок входит в храм, причащается. И то, что он видит, что родители живут теми же ценностями, теми же идеалами, не только на словах, но и на деле. Потому что самое главное – мы воспитываем ребенка не тем, что мы говорим, а тем, что мы делаем. Участники фестиваля «От мала до велика» съехались из всех городов нашего региона. Самые юные – школьники на сцене впервые, но с уверенностью говорят – много репетировали и уверен в своих силах. Мой старший брат Кирилл ходил в воскресную школу. Мама у меня спросила, будешь ходить в тоже в воскресную школу? Я сказала, буду, и мне нравится. Елена Гулий говорит, на все нужно смотреть с позиции Божьего промысла. Вот и в своей нелегкой работе она руководствуется именно этим принципом. У меня урок очень творческий, и у меня всегда есть возможность творческого подхода. Мне это очень нравится. Я могу что-то сочинить, мы на уроках слушаем музыкальное произведение, мы поем, мы учим нодную грамоту, мы проходим богослужения с точки зрения музыки. В этих стенах обычно не состязаются, здесь умеют уступать друг другу. Лучших выбрать все-таки пришлось. Конкурсанты показали себя в номинациях – хоровое исполнение, соло и духовная поэзия. Своим достижением здесь радуются скромно. Мастерство, которое выходит из этих стен, проставляет прежде всего творца. Андрей Деркач, Владимир Ноздрачев, телеканал Первый областной. Центр своевременного искусства презентовал всем творческим личностям города «Лофт» – универсальную площадку для реализации арт-проектов. Кто заявит о себе первым, выясняла Екатерина Соленкова. Огромный простор для творчества открывается у всех неравнодушных к искусству. Центр своевременного искусства расширяет свои границы. Здесь ждут всех, кто мечтает проявить себя. Реализовать себя творчески теперь можно в новом универсальном пространстве, открывшемся в Центре своевременного искусства. «Лофт Проджект Центр» – это поистине уникальная площадка, не имеющая аналогов в нашем городе. Здесь есть все для проведения фотосъемок, лекций и кинопоказов. Более того, как уверяют организаторы, каждый пришедший сюда со свежей идеей непременно получит помощь, а также необходимые ресурсы для реализации своего проекта. «Концерты, лекции, выставки, перформансы, театральные представления – давьте все, что угодно, собственно говоря, по большому счету, это пространство, оно многофункциональное, и оно очень быстро трансформируется под необходимые цели». Презентация новой творческой площадки прошла успешно, говорят организаторы. Присутствующие смогли увидеть огненное шоу, пообщаться с единомышленниками, а также насладиться хорошей музыкой. Еще одним сюрпризом для гостей вечера стало выступление в стиле стенд-ап. Своим визитом присутствующих порадовали и известные орловские фотографы. «Вот это пространство, которое сегодня открылось, оно, я думаю, будет очень полезно людям, которые занимаются разного вида фотографий. Мне, например, будет очень полезно». Работа на новой площадке уже стартовала. Совсем скоро все желающие смогут стать участниками семинаров и обучающих лекций. Екатерина Соленкова, Владимир Ноздрачев, телеканал «Первый областной». В Орловской филармонии презентовали новый рояль известной немецкой марки «Карл Бихштейн». Теперь все почитатели классической музыки смогут насладиться любимыми произведениями под ритмы нового инструмента. Если верить профессионалам, этот рояль обладает идеальным звучанием. Инструмент элитного класса, чем мы очень гордимся и ждем, что он долгое время будет радовать всех нас своим звучанием. Презентовать рояль выпала честь московскому пианисту, лауреату международных конкурсов Никите Мдаянцу. Музыкант уже не в первый раз выступает на сцене Орловской филармонии. На этот раз он исполнил для зрителей сонаты Гайдна и Прокофьева, а также сочинения Шумана. Репетиции на новом рояле уже начались. Сегодня во всем мире отмечают День Белого Лепестка. Именно так называют малышей, которые появились на свет раньше срока. В Орле этот праздник отметили в детской областной клинической больнице. Наш корреспондент Алина Лагутина расскажет подробнее. Ежегодно в мире более 15 миллионов детей появляются на свет раньше времени. К сожалению, с каждым годом случаев преждевременных родов становится все больше. По статистике России и у нас региональной, около 50% рождаются недоношенных детей. Но, к сожалению, в последние годы вырос процент именно детей, которые рождаются с малым весом. Это с весом до килограмма и до полутора-пятьсот. Только в прошлом году число малышей, родившихся в совсем малом весе, перевалило за сотню. Крохи нуждаются в пристальном внимании врачей. Процесс ухода за такими пациентами очень сложный. Важен каждый нюанс. Его родился недоношенным весом. 2 килограмма 120 грамм. 43 сантиметра. Сейчас тот период Татьяна вспоминает с ужасом. Страх, что ребенок может не выжить или остаться на всю жизнь. Инвалидом не давал спать по ночам. Главное – терпение и настраиваться на лучшие прогнозы. Потому что все-таки недоношенные – это тяжело. Очень тяжело поднять на ноги таких лет. Сейчас с Егором все хорошо. Готовится пойти в детский сад, учит первые стихотворения. Непоседлив, как и все малыши. Любит смотреть мультики и есть спагетти, шутит мама. У всех пришедших здесь своя непростая история. Свои слезы, боль и надежда на лучшее. Все эти сложные периоды семьи детей-торопыжек переживали вместе с врачами детской больницы. Благодарность к которым они будут хранить под сердцем всю свою жизнь. Здесь он прожил в больнице 3,5 месяца. Из них полтора в реанимации. Марина Викторовна Синяева, подойди, пожалуйста, сюда. Это был наш лечащий врач, который нас вытащил с того сверху. Спасибо вам, Марина Викторовна. Много теплых слов было сказано сегодня. Сотрудники больницы в свою очередь подготовили несколько интересных презентаций с фотографиями малышей. Вспоминали их историю появления на свет. Дети тоже не обделили вниманием своих ангелов в белых халатах и подготовили для них творческие подарки. Детям больно? Мы заплачем. Развеемся с горяча. Помогали поддерживать праздничный настрой учащиеся хоровой школы. Песни, танцы, тетрализованные представления вызвали много улыбок на лицах присутствующих. Но в конце все гости вышли на улицу и выпустили в небо белые воздушные шары, как символ детей-торопыжек. Алина Логутина, Эдуард Чернаускас, телеканал Первый областной. К другим темам. С пачкой пятитысячных билетов банка приколов злоумышленники оставили еще одну пенсионерку. Схема мошенничества изменилась, предупреждают полицейские. 82-летнюю пенсионерку на улице встретили мужчину и женщину средних лет. Пара рассказала, что занимается продажей постельного белья и попросила пострадавшую на несколько дней взять товар к себе домой. На временное хранение пообещали вознаграждение 15 тысяч рублей. Я не номер, ну я из дома и сюда и пришла. И я иду, они за мной, зашли, вот на эти деньги, а вы кладите свои, да нету мнения. А деньги-то у него эти вот красные, вот эти тысячи, а он прям раз, и все. То есть у вас из кармана, да, забрал? Да, и он первый, а у нас за ним побежал. Подерпевшая попыталась догнать грабителей, но пара незнакомцев скрылась на автомобиле. Их добычей стали 80 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Личности злоумышленников устанавливают сотрудники полиции. На сегодня это все. Об интересном и важном сообщайте нам по телефону 761028 508 088. Это телефон нашей горячей линии. Программу нашего телеканала смотрите на сайте obladin.ru, обсуждайте на страницах социальных сетей ВКонтакте, Твиттер и Фейсбук. Я с вами прощаюсь. До встречи. Вернисаж. Уютное кафе на 100 человек с вип-кабинами. Комфортный банкетный зал на 30 мест, роскошный зал торжеств и огромный бильярдный зал. Живая музыка и караоке. Комсомольская 265. Телефон 77-91-78. Звоните и заказывайте. Славянская мебель. Крупнейший производитель и поставщик офисной мебели в регионе. Славянская мебель. Это залог высокого качества по доступным ценам. Наш адрес. Улица Максима Горького, 41. Славянская мебель. Ваш имидж. Ваша мебель. Чувственные цвета. Волнующие линии. Идеальный силуэт. Фаберлик. Твое преображение. Выбери новое платье в каталоге Фаберлик. Новогодние корпоративные вечера в ресторане «Салют». Шоу-программа. Русская и европейская кухни. Контактные телефоны. Управление труда и занятости Орловской области. Центр занятости населения города Орла и Орловского района. Приглашает принять участие в работе городской ярмарки вакансий. 20 ноября с 10 до 12 часов. На ярмарке представлены вакансии организации и предприятий. Встреча пройдет в здании публичной библиотеки имени Бунина. По адресу улица Максима Горького, 43. Телефоны для справок 43-44-54, 55-24-83, 36-41-31. Худейте вдвоем, платите за одного. Славянская клиника. Подробности уточняйте по телефону 7809-95. Не знаешь, что подарить? Подарок нужен через полчаса в офис 57. Любые фотосувениры за 30 минут и даже быстрее. Кружка 250 рублей. Футболка 500 рублей. Подушка 550 рублей. И другие подарки быстро, качественно, оригинально. Приходи. Орел Шумяна, 37, первый этаж. Звони 760908. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok